Воздух свежий, чистый. О, вот это по мне красота нет. В общем, здесь от еды до одежды все есть. И оно до последнего этажа. По отмостке, что она из асфальта. Вид, потому что нет здесь высоток. Не в три этажа или в четыре, как у некоторых застройщиков. В пять минут ты уже в торговом комплексе. У тебя шесть квартир всего лишь на площадке. Вентиляция подвального помещения. Он запустил своего ребенка туда. Дверь тронули, дверь закрылась. Представьте себе, все мы на самом последнем этаже. Даже есть вот такой классный замок. Большая цифра. Привет, друзья, это шнайдеры. И только здесь шпаклевка, окраска и стенка готовы. И потом все, соответственно, зовет бетоном. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в жилом комплексе IQ Гатчина. В 2023 году Гатчина стала столицей Ленинградской области. До нее столицей был город Выборг. Жилой комплекс расположен вдоль Пушкинского шоссе. На расстоянии до двух километров от жилого комплекса расположены две железнодорожные станции. А до Варшавского вокзала всего три километра. 50 минут на электричке и вы уже на Балтийском вокзале. Балтийский вокзал – это центр Санкт-Петербурга и станция метро «Балтийская». Пока все едут в пробках, вы можете поспать в электричке. До аэропорта Пулково по прямой 30 километров. И местные жители говорят, что ехать 30-40 минут в зависимости от дорожной ситуации. Четыре парка вокруг комплекса. Орлова роща. Парк Зверинец. Дворцовый парк. Приорадский парк. С продуктовыми магазинами тоже нет проблем. Перекресток. Магнит. И окей. В шаговой доступности. Также в шаговой доступности детский садик за номером 26 и школа за номером 12. Но согласно официальных данных, вакантных мест нет. Субтитры создавал DimaTorzok Рядом педагогический колледж имени Ушинского и Государственный институт экономики. Проект комплекса разработан шведским архитектурным бюро «Семрёны Менсен». Данное архитектурное бюро мы знаем, к примеру, по жилому комплексу от ушедшей банавы «Скандиклаб». Официальная численность населения на 2023 год в Гатче не составила 93 тысячи человек. На момент съёмки видео однокомнатная квартира стоит от 5 миллионов 100 тысяч рублей. Можно приобрести как без отделки, так и с чистовой отделкой. По госпрограмме IT и семейной ипотеке процентную ставку можно получить ниже. Оставьте заявку на andreyartemov.ru, и я вам помогу как с выбором квартиры, так и с получением ипотеки. А я обратил внимание на вторичный рынок недвижимости. Что здесь продают люди? Если взять общее количество квартир, то продают менее 1%. А это значит, что люди осознанно сделали свой выбор и им нравится здесь жить. На вторичном рынке квартиры можно приобрести в диапазоне от 5 миллионов 600 тысяч рублей до 8 миллионов. Всё, естественно, зависит от площади, этажности и отделки с мебелировкой и техникой. Перед покупкой можно арендовать здесь квартиру, к примеру, за 25 тысяч рублей в месяц однокомнатную. Либо взять её посуточно от 2 тысяч рублей за сутки. А если откроете Яндекс.Карты и посмотрите на Гатчину, то справа от неё есть населённый пункт, называется Новый Свет. И чуть выше и правее расположен полигон твёрдобытовых отходов. Я точно знаю, потому что мне сетовали об этом жители Гатчин, что в центре есть запах. Вот очень интересно, есть ли запах, где расположен жилой комплекс IQ Гатчина. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Друзья, мы с вами на стройплощадке и здесь видим, как возводится жилой дом. Монолитно-панельная технология. По данной технологии большинство домов построено в скандинавских странах. И первое, что мы видим. Давайте подойдём ближе, чтобы это всё внимательно рассмотреть. Первый этаж. Монолитная конструкция. Мы видим наплавляемую гидроизоляцию. То есть я для себя понимаю, что подвалы будут сухими. И плюс мы, соответственно, видим, что по периметру всё утеплено экструдированным полистиролом. Также мы видим, что фасадные стены, они из трёхсловных панелей завода, в которых есть утеплитель. Сами перекрытия заливаются по месту из монолитного бетона. То, что видим, торчит утеплитель. Его прокладывают, соответственно, по периметру, когда монтируют плиты. И всё, что лишнее болтается, его потом демонтируют, когда будут зачеканивать стыки данных панелей. Ну что, зайдём внутрь, рассмотрим стройку поближе. Заходим. Первый этаж, смотри, тут особо ничего интересного нет. Самое интересное начинается со второго этажа и выше. Первое, друзья, что мы с вами видим, это лестничный марш с завода. Обратите внимание, какой он ровный. Минимум, соответственно, работают лично я за панельное домостроение, за монолитно-панельное. Потому что это быстро и ровно. Панели завода, они заводского качества. Ничего не выливается. Всё, что вертикально приезжает с завода, всё, что горизонтально, выливают уже, соответственно, рабочие по месту. Межкомнатные стены мы видим из камня СКЦ. Толщина 70 мм. К соседям мы видим обычные панели. Мы видим всё, что смонтировано. Закладные, всё это будет зачканино. Розеточные группы. Потолок – это бетон. То есть, сами представляете, как это всё крепко держится. Первое, что мне здесь нравится, у этих панелей, вот фасадной панели, внутри есть утеплитель. В этих домах и тепло, и прохладно. Соответственно, здесь есть вот такая четверть, где нормально монтируется окно. И здесь уже для монтажа окна есть деревянный брусок по, соответственно, всему периметру окна. Ну, вернее, проёма, пока что проёма. Вот, соответственно, перегородочный камень. Здесь расположен кран. Панели установлены, смонтированы все ровненько. Ну, я ещё ни разу не видел, чтобы здесь у застройщиков хоть в одном объекте они были плохо смонтированы. И, конечно, мне нравится то, что все перекрытия, они из монолита. Это создаёт очень хорошую жёсткость, привязку, соответственно, панелей к бетону. То есть, такой очень монолитный конструктив. Новая современная школа. Здесь мы видим такой небольшой оперативный запас панели, который необходим для монтажа зданий. Видим вентканалы. Всё тоже, соответственно, с завода. Поднялись мы практически, друзья, с вами на самый верх. Лестничные марши. Панели. Между панелями есть небольшой слой цементный, сделанный по технологии. Вот они, закладные. Между собой они приварены на пластинах. Пластины обварены. Специальный монтажный шнур мы видим. Все отверстия уже идут с завода. Ничего не нужно, как это периодически бывает в монолитных домах, когда всё долбят, а потом зачеканивают. Классическая опалубка, направляющие, ригели, сверху специальная фанера. И потом всё, соответственно, заливают бетоном, перед этим уложив арматуру. Здесь видим материал для перегородок. Вот это, я полагаю, кухня. То, что вот здесь розетки на уровне фарфуха под вентиляцию. И обратите внимание, что всё это завода. А вот такой специальный идёт крепёж, чтобы кран мог это поднять. Это тоже уже всё завода. И обратите внимание на ровную бетонную стенку. Шпаклёвка, окраска и стенка готовы. В дальнейшем, после монтажа, вот здесь тоже всё обварят. Через какое-то время всё зачеканят, нет доступа в воздух, соответственно, нет никакой ржавчины. Дома стоят сотни лет, переживать за это не стоит. Да, отсюда с высоты вид такой интересный, особенно когда всё расцветёт. Будет, конечно, красиво. Блин, вот реально здорово посмотреть на идеально ровный фасад. Кстати, вот здесь можно обратить внимание, друзья, сразу же не приметил. Вот она обычная стандартная чеканка. Вот они две панели, закладные, обварили и зачеканили цементным раствором. Ну, для меня ещё из плюсов, что не только фасадные панели, фасадные стены из панелей, а также всё, что вертикально, это панели завода. Никто меня никогда не переубедит, что можно вылить у нас в России красиво, хорошо бетонный. Я вот, честно говоря, не видел никогда идеально вылетого бетона. Везде есть какие-то нюансы. Когда это заводское качество, когда это завода, это совсем всё по-другому. Это вот личное моё мнение. Согласны или не согласны, напишите об этом в комментариях. Вот тоже зачеканина. Подрозетники. Соответственно, забыл, как эта штука называется. Кабель подтянут и через специальный гофр, она уже в бетоне, соответственно, её вытянут. Также в этих домах очень просто поменять проводку, если вдруг что-то случилось, его захотели, вам это нужно. Также видим отверстия. Ну, то есть для чего-то. То есть это всё уже запроектировано и сделано на заводе. Ничего долбить не нужно. Для меня это, конечно, большой плюс. И также добавлю, что это быстро водимые дома. То есть здесь из бетона заливаются только вот они, межэтажные перекрытия. Для меня это, конечно, большой плюс. Достаточно широкие балконы. Вот мы с вами их видим. Здесь холодное остекление в этом жилом комплексе. Комплекс, кстати, смотрится симпатично. А вот здесь тоже, обратите внимание, вот она обычная. И вот здесь в дальнейшем будет у вас щиток с автоматами. Под него есть углубление, сделано на заводе. И вот есть специальные трубы, через которые будет проходить кабель. На лестничных маршах завода мы видим сразу закладные. К этим закладным будет привариваться ограждающая конструкция. Либо будет крепиться на анкер. Это мы увидим уже, соответственно, в готовых и сданных домах. Я бы в своем детстве в такой школе даже мечтать не мог. А сейчас дети ходят в такую современную и красивую школу. Бруже обращаю внимание, что в этой современной школе, кроме спортивных площадок, есть зоны для отдыха, можно поиграть в теннис, позаниматься спортом и просто посидеть, отдохнуть на лавочках. Входная группа в жилой комплексе. Первое, что мне здесь нравится, это теплый тамбур. Вы заходите сюда и только здесь, поставив сумку на полку, вы, соответственно, магнитный ключ прижимаете к пульту и, соответственно, проходите. Заходим, друзья, с вами. Здесь мы видим красивую отделку стен. А здесь информационная табличка с названием жилого комплекса от управляющей компании. Обратите внимание, какой бы им порядок. Ну, реально круто. Вот у меня, например, такого почему-то порядка нет. В одном, может быть, вот в этом лотке 20 бумажек всего-то торчит, и по мне это жесть. Потолок красиво смотрится, наверху грилята, подсветка в форме как раз ячеек квадратная, прикольно сделать. Везде есть указатели, смотрите, здесь такая подсветочка из-под плитки. Двери с двумя замками, нестандартные фурнитуры, потому что обычно фурнитура вся такая, знаете, как будто такими с пупырышками, да, ручки обычно. Звонки, как мне нравится, на узком уровне, где выключатели расположены. Привет, друзья, это Шнайдер. Это вам не хохры-мухры. Нормальный указатель, соответственно, квартир. Квартира уже с первого этажа. И заходим вот здесь у нас вот такой просто офигенный, можно это назвать, ну, холл нет, да, офигенная входная группа. Красивое освещение, нормальные даже ящики и указатели так, с первого по шестой, где находится какая квартира. Ну, единственное, что по мне, указатель, не знаю, почему, наверное, так надо, что с первого наверху, что внизу. По мне, должно быть с первого внизу, что наверху, но вот нет, окажется. Ну, это мое личное мнение. У кого-то, может быть, оно другое. Ну, смотрится, друзья, очень классно. На лифте поднимемся наверх и спустимся пешочком вниз. А вы напишите в комментарии, как вам входная группа в этом жилом комплексе. И, конечно же, из плюсов для меня, что подъезд проходной, можно выйти на парковку, можно, соответственно, выйти во двор. И обратите внимание, что все компактно, еще я вам потом покажу моменты с дверьми. Что? Вызываем лифт и едем наверх. Лифт. Датчик, обратите внимание, сверху до самого низа. Alex Lift. Слушайте, он так вообще современно круто очень смотрится. Где-то, я помню, тоже у застройщика видел именно Alex Lift. Смотрится очень классно. Видна вот такая красивая с чеканкой отделка. И вот смотрите, друзья, да, вот мы заходим и лифт вот так в длину. То есть сюда удобно затаскивать крупногабаритные предметы. Это второй лифт, в котором я вижу, что нормально сделана отделка. Знаете, тоже делают отделку, да, вот как в строительном вагончике, как и здесь. Но здесь все ровненько и четко. А обычно дело, знаете, из каких-то обрезков. Дверь открывается. Мы с вами на шестом этаже. Большая цифра. Здесь шестой этаж. Знак лифта, кнопка. Даже есть указатели. Даже есть вот такой классный замок. Видно, воруют, наверное, детали. Слышно, как собака залаяла. Нумерация квартир. Обратите внимание на дверь. Большая широкая дверь, большое стекло. Сразу видно, кто там. А ты видишь, кто, соответственно, здесь. Давайте поднимемся на самый верх. Окрашены марши. Ограждающая конструкция держится крепко. Окна. Окна открываются. Видим дома, видим двор, видим большую плитку. Красочка идет дальше. Они, как обычно, у кого-то заканчиваются. Блин, сюда даже, друзья, приятно подняться. Все мы на самом последнем этаже. На самом верху. Здесь, соответственно, это лифтовая шахта. Выход на кровлю. И тут, понятно, закрыто. И тут, понятно, закрыто. Даже здесь есть отделка. И обратите внимание, как смотрится красиво. У меня просто нет слов. Вот кто-то же может сделать красиво, почему-то кто-то не может. Идешь, автоматически включается светодиодное освещение. Здорово, кстати, что везде открываются окна. Особенно, когда, знаете, жарко. Можно всегда открыть и проветрить весь лестничный марш. Чистота, комфорт. Вот здесь тоже, смотрите, вот плитку положили. Здесь вот такой красивый уголок алюминиевый. Огрождающая конструкция. Вот смотришь, блин, ну она простецкая. Ну ничего такого нет. Ну все сделано ровно, четко. Блин, смотрится хорошо. Мне, кстати, Белоруссию напомнило сразу. Приятно такой дом, куда не стыдно позвать друзей, не опозориться своим входной группой, двором и всем остальным. Вот сами посмотрите, друзья. Вот у кого так есть? Ну не считая тех, кто живет в жилом комплексе. IQ Гатчина. Отделка стен смотрится красиво. Карта мира называется, если не ошибаюсь. Мне нравится цветок соседшей, хорошо подорванный. Такой цвет кофе с молоком. Все очень приятно. Я бы на шестой, наверное, пешком ходил бы. Ну пешком бы, наверное, вряд ли наверх, а вот вниз-то, да. А есть у нас здесь небольшие отличия. Смотрите, здесь просто окрашена серой краской. Вот это, если я не ошибаюсь, такую же краску применяют в лентах, в гипермаркетах, в общем, в океях и во всех остальных. Она очень износостойкая. А до второго этажа она еще и полимерно идет. Для того, чтобы, ну, во-первых, она смоется прикольно, красивенько и очень-очень долго служит. Без, соответственно, дополнительного ремонта. Здесь просто панорамные окна. Вот это, да. Ограждающая конструкция. Во-первых, и не открыть, и никто не вывалится. В целях безопасности. Вот и все, вот наш первый этаж холл. Сейчас с вами выйдем мы с вами куда? Мы пойдем с вами во двор. А вот он и указатель. Деревья, детские площадки. А вот парковка к машинам. Блин, красавцы. Молодцы. Итак, представьте себе, что вы молодая семья, у вас есть грудной ребенок, которую вы возите в коляске. Нажимаем кнопочку, выходим. Дверь дожимаем до конца. До конца. О, вот так, до щелчка получится. И она стопорится. И стопорится как раз вот за счет вот этого доводчика. Для того, чтобы она закрылась обратно, просто вот ее надо раз и все. И вот сейчас ее доводчик, обратите внимание, дожмет. Итак, у нас вот здесь стандартный холл. Но, как я уже вам вначале говорил, что пройти туда нужно приложить магнитный ключ. Все, дверь закрылась, вы не попадете. Обратите внимание на стекление. Нормальные двери, нигде пока не видно ржавчины. Сразу все видно, кто впереди и кто стоит здесь. Удобная полка. Ну, вот все сделано по уму. И здесь аналогичный доводчик, друзья. Вот он. Вы открыли дверь. Проехали, соответственно, с ребенком с коляской. Дверь тронули, дверь закрылась. Красота, красота. Ну, теперь давайте смотреть двор. Ну, про траву я молчу, сейчас еще только зима закончилась. Что еще она зазеленеет? Большие деревья видны. Светодиодное ночное освещение, урны. Вот такие скамеечки прикольные. Они, как, знаете, стандартные ставят, самые из недорогих. Ну, понятно, освещение, громкоговоритель. Кто-то, может быть, скажет, что яркие фасады. Но, по мне, сделано достаточно интересно и все в едином стиле. Большая такая горка, песочница. Посмотрите, резиновое покрытие травам безопасное, елочки. Еще что-то такое растет. Он запустил своего ребенка туда и пусть он там полдня, соответственно, играет. Итак, у нас есть приямок. Надо зайти посмотреть, что в этом приямке. Это очень интересно, как это все реализовано. Кстати, вот, обращаю тоже внимание. Смотрите, вот он приямок. Нью-Йорк стекло. Ох, как оно называется, забыл. Поликарбонат, да? А, нет, друзья, это оргстекло, а не поликарбонат. И обратите внимание, что здесь идет металлический уголок. Все закрыто герметиком, чтобы вода не попадала, соответственно, вниз. Лестничный марш такой же с завода. Вентиляция красиво стоит, забрала. Видна влага, что была. Но труба почему-то, по мне, высоко. Надо ставить ее, естественно, ниже. Тут закрыто. Ну, хотя бы, знаете, дверь не ржавая, как это часто бывает у других. Ну, естественно, лестничный марш, когда он видно с завода, ровный, красивый. Это вам не то, что обычно выливают. Цвет с этим красивый. Рубиновый, наверное. Да, приятно здесь находиться. Приятно пригласить друзей. Вот она, школа, шаговая доступность. Дома смотрятся красиво. Вот, обратите внимание, закрыта территория. То есть по периметру где-то есть квартиры, где-то есть, соответственно, коммерция. Сейчас мы пройдем проявлено все, посмотрите. Вот он, заезд для автомобилей. У кого есть пульт, подъехал, кнопочку нажал, дверьки, как говорится, открылись. Выходим. И с вами, соответственно, пройдемся и здесь. Есть озеленение. Здесь в виде отмостки положили аналогичную брусчатку, аналогичную, вернее, плитку. Большую, какие-то мелкие кустики. Смотрю, еще остались ярлычки, что это и сколько стоит. Вот, это похоже на техпомещение, выход. То есть все, что во дворе, оно сделано в уровень землей. А здесь из-за того, что перепад из высотности, я вот вижу, есть несколько ступенек. Но, полагаю, это не проблема. В том году сдан жилой комплекс. Еще не все заехали. Видно, что не так-то много людей. Кто-то делает ремонты. Но тоже, да, вот вентиляция подвального помещения. Обратите внимание, как это аккуратно смоется и красиво. Смотрите на елочку, какая красота. Класс энергоэффективности. Здание Б. Высокий. Вот у нас еще один приямочек. Он открывается. Ого, а здесь все сухо, воды нет. А тоже большое дерево. Кто-то на дерево насадил кусок хлеба для птичек. Слушайте, приятно идешь, смотришь, поднимаешься. Парадная. Ну, не подъезд, а кюгачи название комплекса. Застройщик Лен строит рест. Этажность до девяти этажей. И какие квартиры. Смотрите, шесть квартир всего лишь на площадке. В наше время это уже редкость. Приятное впечатление у меня о жилом комплексе. Интересная рассветка. Здорово, что, знаете, здесь Гатчино небольшой город и все в шаговой доступности. Вон тут там пять минут и ты уже в торговом комплексе. Купил одежду, зашел в магазин, покушал. Перекресток, кстати, вот здесь находится. Также в шаговой доступности есть окей, магниты и все остальное. Естественно, нам нужны для мусора площадки. Вот она. Вот это похоже. Дополнительные баки. Обратите внимание, как она смотрится. Она не высокая. Не в три этажа или в четыре, как у некоторых застройщиков. И написано, как контейнерная площадка для каких, соответственно, домов. Ну, вот здесь стоят баки. Их потом, понятно, вытаскивают, когда они заполняются. И машина их забирает. Можно, кстати, еще от домофона поставить такой же магнит. И, соответственно, чтобы ни то, другое не заходило. Если вдруг это нужно. Если смотреть, везде написано, ну, везде, вернее, есть забор. Забор смотрится красиво. То есть посторонний уже не пройдет. Ну, конечно, кто захочет, может пройти. Для меня есть плюсов, что есть деревья. Обратите, кстати, внимание на рендеры. Совпадают ли рендеры с тем, что здесь есть. Напишите об этом в комментарии. Я еще рендер не смотрел. Ну, Ленстроитрест я никогда не видел, чтобы дворы. Были с плохим озеленением. Комплекс чем-то напоминает Янина. Но здесь намного тише, спокойнее и меньше людей. Смотрите, как красиво. Цвета мне нравятся. Очень красиво смотрятся. Классно здесь можно делать фото. С верхних этажей открывается отлично такой перспективный вид. Потому что нет здесь высоток. Вот мы с вами просто ходим, гуляем. Здесь зачем-то управляющая компания пеной. Закрыла вентиляцию. Не знаю, для чего. Наверное, чтобы теплее, может быть, было. Вот там непонятно. Воды не видно. Какой-то лист лежит. Двери, кстати, не ржавые, что удивительно. Наверное, другой поставщик. Так, здесь у нас закрыто строительным заборчиком. Почему? Наверное, потому что здесь не доделали. Ну, в общем, чтобы не проходили, понятно. Ну, конечно, заборчик управленческая компания не мешала поправить. Смотрите, пожарный проезд, машины не ставить. Раз. Закрытый замок. Для испечения проезда во двор обратитесь к администратору. Везде написано шоурум, офис продаж, бла-бла-бла. Здесь мы видим по отмостке, что она из асфальта. И, знаете, вот у меня такое ощущение, что для того, чтобы лучше вода стекала, дополнительно положили асфальт. Сделали вот такой наклон. Это видно. Кусты красивые. Слушайте, ну да, конечно, когда сейчас потеплее станет, все зеленее, здесь вообще, пожалуй, будет красота. Кстати, еще интересно, как здесь управляющая компания справляется со своими делами, как они убирают снег. Обязательно, друзья, напишите в комментариях все, кто живет в этом прекрасном жилом комплексе. Чтобы все остальные тоже могли понимать. Ну да, вот здесь видно, что тоже отмостку сделали чуть выше. Ну вот здесь тоже. В угол собак запрещен. Вентиляция. Так как окна увеличены по высоте, я так понимаю, для этого, смотрите, какое сделано ограждение. Блин, вообще как круто смотрится. И оно до последнего этажа. Вот здесь, кстати, мне нравится, как сделано. То есть не трехэтажный панус, а вот такой сразу небольшой заезд. Просто я вот всегда вот про это говорю, что зачем громадить какие-то трехэтажные пандусы, когда вот нужно вот так сделать. Вот тут еще один приямок. Я не пойду, не хочу ничего поднимать. Слушайте, очень приятное впечатление. Смотрится все красиво. Основной, конечно, плюс – это малоэтажность и небольшое количество населения в самой Гатчине. Ну вот тоже, видите, все закрыто. Посторонний не пройдет. Подходим мы с вами к торговому комплексу. Перекресток, Фундей, Мантия. Ну в общем, здесь от еды до одежды все есть. И дополнительно даже ездить никуда не нужно. Спортивный клуб. О, а здесь класс ингрей эффективности С. Вот, знаете, когда, друзья, вот такие районы строят, куда, знаешь, приходишь, и здесь все достаточно приятно. Есть, конечно, моменты, на которые стоит обратить внимание. Но с другими районами, ну, даже, знаете, не сравнить. Даже если сравнить, то здесь намного комфортнее и приятнее. Я всегда за малоэтажные дома и за панельно-монолитное домостроение. Ну вот впереди уже видно Пушкинское шоссе. Здесь достаточно мало машин. Это вам не многоэтажечки по 27 этажей. Остановки общественного транспорта. Магнит, ДНС, фикс прайс, аптека. В общем, все в шаге от дома. А здесь, видно, люди ходят. Газон просто такой подтоптанный. Надо травочку подсаживать, земельечку. Добавлять. Ну, вот смотрите, кустарник остался. Интересно, вот эти декоративные элементы везде в комплексе смотрятся. Вот с такой большой перфорацией, с такими отверстиями. Ну, вот видите, дом, чуть двор, чуть выше уровня земли. Вот такой подъем по лестничному маршу. Тут нормальный заезд-выезд. С коляской можно нормально проехать. Во, во, вот это, по мне, красота. Не трехэтажное строение. Как это делают, к сожалению, необычно. Впереди детский садик. А вот впереди, кстати, еще видим место для сбора отходов. Вот с зеленым цветом. Тоже смотрите, как сделано все стильно. Знаете, нет никакого дискомфорта. Дома смотрятся классно. Везде Айкью Гатчина. Вот это за забором, это водоканал. Территория водоканала. Соответственно, понимаем, они оттуда никуда не уйдут. И здесь никто дополнительно что-то не построит. Вот, видно, видите, где люди ходят. Все везде протоптано. По мне, надо после того, как люди походили, проходит там год, наверное, и нужно приходить. И вот сюда, например, тоже плитку постелить, чтобы было комфортно. Что, давайте поднимемся, посмотрим, что здесь с детской площадкой. Вот, церквушечка видна. Спортивная площадка. Траво-безопасное покрытие. Кусты. Тут пакетами закрыты тоже какие-то насаждения. Ну, такой вроде ничего двора. Что скажете? Сейчас в кадре мы видим детский садик, детские площадки. Обратите внимание, как круто все сделано. У каждой группы, кроме беседки, есть еще свои различные лазалки. Класс. Класс энергоэффективности, а ничего себе, прямо у детского сада. Такой проход между домами, где нет закрытой территории. По мне дома очень красиво смотрятся. Кстати, запахов никаких нет. Воздух свежий, чистый. А вот здесь мы видим одни из первых домов, что с фасада полезла красочка. Если дому еще нет пяти лет, то у вас есть пятилетняя гарантия. И нужно, соответственно, обратиться в управляющую компанию, чтобы застройщик привел это все в надлежащий вид по гарантии. Ну, а если гарантии уже, соответственно, нет, то должна сделать управляющая компания. Тут вот, обращаю внимание, кто-то сам занимается зеленением. Видно, как все делают грядки. Это, помню, еще такая тема советских домов, особенно с панели, где с озеленением вообще, в принципе, никогда ничего не было хорошего. Ну, и, соответственно, это делают сами люди. Ну, а тут видно тоже, что растет колхозная трава, потому что это уже территория не относилась, я понимаю, к застройщику, и он ее не облагораживал. Ну, вот обратите внимание на здесь разные дома разных лет, постройки, что нет высоток, виден, соответственно, лес, церковь, заправка. Ну, все есть для жизни, все, что нужно. И на первой линии большое количество коммерческих помещений и магазинов. Впереди мы с вами видим, друзья, Акей, который в шаговой доступности от жилого комплекса IQ Гатчина. Хорошее место для жизни. Как считаете вы? Впечатление, конечно, о данном комплексе у меня осталось очень положительное. Малоэтажная жилая застройка, квартира с чистовой отделкой, хорошие дворы. Скоро еще будет крутая прогулочная зона для жителей. Ну, а школа, мне, друзья, туда сразу захотелось пойти поучиться и покушать в их столовой. Ксения, благодарю тебя за возможность посмотреть стройплощадку и эту школу. Ну, и вообще спасибо, что ты такой замечательный и хороший человек. Нужна помощь с недвижимостью? Обращайтесь. Напишите в мои мессенджеры или оставьте заявку на andreyartemov.ru Все контакты в описании к этому видео. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. А говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...